Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове приняли бюджет на 2024 год. Он будет дефицитным. Разница между доходами и расходами – полмиллиарда рублей. Доходы планируются в размере 23 миллиардов 892 миллионов рублей. Расходы городского бюджета составят 24 миллиарда 392 миллиона. В том числе на реализацию пяти нацпроектов, безопасные качественные дороги, образование, жилье и городская среда, демография и экология заложено почти 7,5 миллиардов. Депутаты главный финансовый документ города поддержали. Экономика. В 2024 году промпарк «Слободино» планирует заполнить резидентами. Долгое время интересантов разместить там свое производство не было вообще. Сейчас работает одно предприятие, рассказал на встрече с редакторами СМИ группы компании «Медиа» зампред областного правительства Михаил Сандалов. Еще несколько резидентов, по его словам, планируют зайти в «Слободино», в частности, производитель шоколада. Еще один потенциальный резидент – производитель обуви. Инфраструктура в «Слободино» есть. Проведен газ, свет, рядом железная дорога. Со стороны государства туда вложено 300 миллионов рублей. Цитирую, в 2024 году с точки зрения договоров мы заполним «Слободино», заверил зампред. В промпарке Вятских полян сейчас заняты четыре площадки. А также идет работа над тем, чтобы Вятские поляны и «Слободино» были внесены в реестр промпарков. Ранее это сделано не было, хотя включение в такой реестр даст возможность пользоваться льготами, которые дают промпарки. Например, возможность возмещения затрат на инфраструктуру до 50%, сниженные ставки на займы и другое. В эфире «Экономика». Искусственный интеллект помогает бороться с нарушениями в лесной отрасли. Объемы незаконной рубки леса за 11 месяцев этого года сократились в три раза по сравнению с таким же периодом 2022-го. С 19,5 до 6,5 тысяч кубометров. В Министерстве лесного хозяйства считают, что во многом это связано с использованием искусственного интеллекта в контроле за лесным фондом. Глава ведомства Андрей Титерин подчеркнул, что по каждому факту незаконных рубок материалы направляют в правоохранительные органы. В этом году на территории региона было зафиксировано 8 фактов незаконных рубок. Также с помощью искусственного интеллекта обнаружены 102 участка леса, поврежденных ветровалами, на общей площади 350 гектаров, которые требуют санитарно-оздоровительных мероприятий и дальнейшего лесовосстановления. Опыт работы с искусственным интеллектом планируют продолжить и в 2024 году. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.